Сегодня в сложившейся ситуации равнодушных нет. Все переживаем за свою родину. У меня такой вопрос. Я вчера слушала заявление генерального прокурора Республики Беларусь о незаконно созданном Коррадиционном Совете. Было объявлено, что заведены уголовные дела. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент сегодня еще объявили, что создаются еще какие-то коррадиционные советы непонятные. Насколько это все законно? И могли бы вы пояснить, что это вообще такое? Координационный совет, это красивое название. За границей около 5, по-моему, уже правительств в изгнании. Вы представляете, моего бывшего помощника Цепкала, смотрите, поехал в Россию, они его предупредили. Он в Украину. И где он сегодня сел? В Варшаве. И он смелый, он делает заявление из Варшавы. Вот это одно из правительств. Основного кандидата, как ее называют, Светлану, она в Литву. Я ее вывез. По ее просьбе. Она нормальная женщина, она любит своих детей, я это все понимаю. Но ее кинули на пепелище на это. И она на этих головешках сегодня топчется. Опутали, окутали. Министерство иностранных дел, спецслужбы. Она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Ну, не хочу их просто перечислять от Америки до Варшавы. У нас это квалифицируется по законам. Они все там не глупые. Они же понимают, что это незаконно. Поэтому возбуждено уголовное дело. И мы сейчас будем допрашивать каждого по очереди. Я президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет. И вам не будет работы. Вы с меня спросите. Слушайте, я не вечный. Я это понимаю больше, чем вы. И плевать бы я хотел на эти все должности. Но я сижу и думаю. А что будет с теми, когда они придут и начнут все это делить, рубить? Вас сразу заберут. С потрохами заберут. И вы меня будете проклинать всегда. Мы тебя избрали. Почему ты не защитил нас? Или те же ОМОНовцы, которые каждый день госслужащим, журналистам, каждый день их травят. Даже не хочу называть фамилию. Заместитель руководителя. Прислали ей письмо. СМС. СМС. К вечеру не придешь, не сдашься. Заберем дочку. Поэтому за это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать, не осуждать. Пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизации обстановки внутри страны.